Привет, ребята! Довольно-таки недавно я побывала в Диснейленде, и мне сегодня снова повезло, и я снова сюда иду, туда иду. Да, короче, бесплатно опять, и я постараюсь вам поснимать еще больше и порассказать вам про сами аттракционы. Не знаю, получится или нет, но я постараюсь, так что поехали! Это очень красиво, а ты знаешь, мами. Это все хорошо. Но я не могу посадить. Этот киск только для тебя. Это для Айра. Не знаю почему, но даже все это независимо от того, что ты всегда есть у людей, людей просто очень много. Это mieszка специалистиков. И 실제로 кстати, я имею в виду, чтоmaybeенска разбирается или учится полная почта в мыну. Сергей ЕгоровNER. Лосева Петер. Успеземонадумаен. Инcue находка в сатуре Там сидит Санта, Санта, там, вот там, вот там, вот он машет, точно На мне машет Есть еще, там, вот там, вот там Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Докс, я дома. Настало время вам рассказать, что я накупила и как это все прошло. Поехали. Начинаем. В общем, простите, я снова в моле очень мало поснимала, потому что было очень много людей. Мне было как минимум просто неудобно это делать. Во-вторых, куча покупок, и я очень сильно устала. Я знаю, что это всегда звучит очень смешно, когда девушка говорит, что она устала после покупок. Но меня просто очень сильно изнашивает, я не знаю, такое количество людей. И я просто... У меня теряется концентрация, я потом перестаю вообще соображать, где я, что я. И вот такая просто... Начнем с моего первого самого любимого магазина Pride 21. Купила там, во-первых, себе вот такую классную куртку. Очень хотела себе какую-нибудь черную куртку, чтобы можно было гулять сейчас, какую-то тепленькую. Я в ней, собственно, сегодня уже и ходила. Купила вот такой вот пати-топ, кроп-топ, очень-очень классный. Я только видела, что он розовый блестит, я сразу поняла, что это мое. Затем вот такой вот боди. Вот так вот он сидит. Это вместе с компанией Wilson, которая занимается теннисным оборудованием. Я в бывшем когда-то давно была теннисисткой, поэтому для меня это любовь. И я когда увидела, я такая. Еще вот такой вот боди. Оно на самом деле с голубым отливом, просто может быть плохо видно. Три пары сережек. Мне очень нравятся, какие сейчас делают сережки. И они очень-очень суперские. И я прям точусь, ношу каждый день. Так что класс. Еще три пары сережек. И в общем, все это вместе мне обошлось в 50 баксов Forever 21. У них сегодня была скидка 30% на все. На любое, даже если уже вещи и так со скидкой. Идея тут она только сегодня. Например, некоторые магазины распространяют свои скидки до понедельника. Некоторые магазины только вот на сегодня. И когда я ехала в тот мол, в который мы скупались изначально, я думала, вот там будут довольно-таки дорогие магазины, типа там Шанель, бла-бла-бла, и там в Forever 21 и прочее. Будет не так много людей. И может быть, в принципе, в моле будет не так много людей. Но я очень сильно ошибалась. Людей было довольно-таки много. И что меня вообще поразило, даже в Шанель была очередь на улицу. Слава богу, в Forever 21 такого очереди не было. Я в шоке. Не знаю почему. Для меня это остается загадкой. Потому что, мне кажется, люди, которые могут себе позволить покупать вещи в Шанель, не должны ждать черной пятницы и скидок. Они могут купить себе это каждый день. Хотя, может быть, я чего-то не понимаю. Также были очень прикольные скидки в Adidas. У них было сегодня 40% на все. Но была очень большая очередь. И как-то я так подумала, что я, в принципе, не сильно люблю Adidas. И не готова стоять так долго. Но, в общем, некоторые магазины, правда, очень классно подготовились. Также я ждала большего от кроссовок. Очень хотела купить кроссовки сегодня какие-то. Но, к примеру, вот в Футлокере и еще в одном магазине, где я была. У них скидки только на самых дешманских каких-то кроссовках. Ну, таких, которые, ну, не очень. Даже если, к примеру, мне нравится какая-то модель того кроссовка, то она дешевая будет только в каком-то камняном цвете. А в том цвете, который мне нравится, она будет в обычную цену. И это так обидно, потому что, блин, блин. Я вот думала поехать еще завтра посмотреть в еще одном муле. Возможно, у них останутся еще скидки. Ничего такого, что прям супер-супер я не увидела. Показываю вам дальше, что я купила. Поехали. Виктория Сиклет были довольно-таки хорошие цены и на одежду, и на белье. Но у них довольно-таки все равно все дорого. Поэтому я не особо искала там ничего такого. И моя любовь Виктория Сиклет и Пинк. Это вот эти всякие штуки. Это просто что-то с чем-то. Тип шикалки с блестяшками. Я не знаю. Я просто... Все штуки сегодня стоили по 6 баксов. Обычно они стоят вот это по 16.50. То есть на 10 баксов дешевле. Я искала себе черные бойфренды. Но черных бойфрендов нигде нормальных не могла найти. И тут я увидела вот это. И я поняла, что это тупо моя любовь. Короче, вот. Они тупо идеальные. И в общем, иду я на кассу. Эти штаны оказались без скидки. Я такая думаю, ну ладно. И взяла я, короче, себе еще... Решила взять себе водичку, потому что очень хотела пить. Нигде мне рядом не было. Думаю, ну нормально. И мне прибывают в общем штаны с этой водичкой. И говорят, типа вот. У вас это 40 баксов типа стоит. И говорят, у нас как раз сегодня, если покупаешь от 40 баксов, можно выбрать либо такую здоровейную сумку, типа в зал. Либо рюкзак бесплатно. Просто шик. Вообще, по-моему, абсолютно нормальный рюкзак. Ну, конечно, не так, чтобы прям он вау-вау-вау какой-то был. Но, по-моему, супер круто. Блин, бесплатно достался рюкзак вообще. Класс. Там еще сережки были. Сорян. В H&M я купила себе вот такой вот свитерочек. По-моему, он очень уютный. И такой новогодний немножко. Вот такой вот классный. За 8 баксов. Это вот такое вот замечательное платье. Вот. И это все. На этом закончились мои покупки. Ну, я думаю, что так, в принципе, достаточно я накупила. Я и так чувствую себя шопоколиком. Надеюсь, что вам понравилось. Посмотрим, может быть, завтра что-то еще будет. Эй, друзья, привет! Сегодня суббота, второй день после Черной Пятницы. И я сегодня снова проехалась по магазинам. Поехала в третий уже шопинг-центр, чтобы посмотреть, что там. И там есть очень классный магазин, который вроде называется Шейх. Или как-то так. Значит, купила кроссовки Lebron James. Вот такие вот. По-моему, клевые. Итак, изначально они стоили 164 баксов. Когда я пришла, на них было, типа, написано сейл, по-моему, 50. В итоге плюс тот сейл, плюс Черная Пятница, я их взяла за 37 баксов. То есть, я сэкономила 127 баксов на этих кроссовках. Купила вот такую вот себе майку Nike. Короче, изначально она стоила 45. Потом здесь написано 30. Здесь написано 20. А я-то ее взяла за 10. Понимаете, вот это вот, вот это, я понимаю, хорошая такая, если Черная Пятница. Вот. Купила себе вот такую здоровезную мужскую футболку. Короче, она мне, типа, как платье. За 15. И потом, я зашла еще в Данис. В Данис очень много классных стрит-вэр вещей. Типа там, ха, фобей, бла-бла-бла. Очень сильно такое все люблю. Конечно же, не могла пройти и не заглянуть, что там. У них акция называется так. Покупаешь одно, второе в полцены скидка. Но, типа, я ломалась-сломалась. Но потом я видела пару вещей и такая... Я должна это взять. Поставка здоровезная Nike. Я взяла вместе с ней вот эту вот футболку. Обеи. Которая была у нас, получается. А ну-ка, мне же интересно. Обманывают или не обманывают? Ха-ха. Класс. Эта скидка, конечно, была 32,95. Стала 31,99. Но неважно. В итоге все равно она у меня обошлась полцены. Получилась она мне 15 баксов. И купила вторым набором вот такую вот штуку Santa Cruz. Типа лонгслив. Насколько я знаю, она именно так называется. С розочками. Santa Cruz. Стоила она 27. И взяла RIP&D. Вот такая кофта. Тоже лонгслив. Must be nice на рукавах. Сзади кися моя любимая. Must be nice. И это все у нас стоило 30. Ну и, короче, эта штука мне обошлась в 15. В общем, в любом случае, это получилось гораздо дешевле, чем если бы обычно покупать там. Поэтому я ждала, я ждала и я дождалась. По 15 баксов, мне кажется, там, в принципе, никогда не бывает ни футболок, ни лонгсливов, ничего. Поэтому я рада, что я дождалась черной пятницы. Спасибо вам за просмотр. Всем пока-пока. Надеюсь, было интересно. Люблю, целую, обнимаю. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Продолжение следует...